Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Знаю, что очень многие подписаны на канал, которые люди, которые ждут, когда же произойдет жопа, когда же будет кризис, когда что покупать. Опять же, у нас в апреле месяце прошла конференция инвесторов MaxCapital, на которой мы подробно разбирали, что, когда и как произойдет. Хотелось бы немного приоткрыть завесу тайну, то, про что выступал лично я, какие закономерности выявил, и когда можно ждать то, что произойдет кризис, то есть то, что рынки начнут падать. И здесь, наверное, больше вопрос, когда это может произойти. Самое главное, про что хочется сказать. Вообще у нас вся конференция прошла под эгидой того, что не пытаться заработать на падение, с одной стороны, и не пытаться ждать того, когда рынки достигнут какого-то дна, чтобы инвестировать, а что имеет смысл фокусироваться над увеличением активного дохода, и поэтому, как вы видите, сейчас видео у нас выходит с большими такими вещами, которые развивают наше мышление по поводу увеличения активного дохода. Сейчас давайте поговорим, когда же может произойти на самом деле какие-то неприятные события на глобальном рынке, что может являться тому причиной. Также вы видите, что помимо моего лица сейчас на роликах появилось большое количество графиков. Опять же, это причиной того, что мы сделали конференцию с большим количеством информационных материалов, которые позволяют, во-первых, получить доступ к первоисточникам, то есть где эту информацию брать, а во-вторых, получают сделать выводы, то есть какие текущие тактические решения имеет смысл сделать для того, чтобы застраховать свой собственный капитал. Итак, вот сейчас на графике вы видите историю, связанную с тем, что это инверсия кривой доходности между двухлетними и десятилетними облигациями американские. Многие приводят в последнее время их пример. И график в таком виде, в котором он есть, на самом деле, я смотрел, очень удивительно появилось, что людям многие финансовые советники и аналитики подписаны на наш собственный канал. И так как я даю на всех конференциях первоисточники, в последний год все начали оперировать этими первоисточниками, приводя графики и не давая ссылок. Соответственно, мы на конференции даем ссылки, если хотите, вы тоже можете забрать. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за показатель такой. Это показатель доходности между короткими облигациями и длинными облигациями. То есть в нормальных условиях, нормальных экономических, дорецессионных, что происходит? Происходит следующее, что доходность длинных облигаций, то есть чем более длинный кредит вы берете, тем большую премию вы должны дать Крым. То есть если вы берете деньги на 2 года, вы, по идее, должны заплатить меньше, чем если вы заплатите на 10 лет. Потому что на 10 лет человек, который дает деньги на 10 лет в долг, он должен закрыть риски, как минимум инфляционные риски. Он не понимает, какая будет инфляция, поэтому он вот эти вот риски говорит, что, ребят, на год непонятно, что будет с инфляцией. Поэтому я тебе, правительство США, я тебе дам на 1 год под 1%, а на 10 лет я тебе дам под 5%. И получается вот эта вот доходность между двухлетними облигациями условно под 2% и десятилетними облигацией условно под 5% составляет плюс 3. И на инверсии мы видим вот это вот значение плюс 3. Когда инверсия начинает уходить в отрицательную зону, что происходит? Происходит, что доходность десятилетних облигаций становится ниже доходности краткосрочных облигаций двухлетних. И когда такое может произойти? Когда доходность от коротких облигаций растет. Когда инвесторы понимают, что в стране высокая инфляция. Из-за того, что высокая инфляция, то краткосрочно, чтобы побороть инфляцию, центральный банк будет повышать процентную ставку. Повышение процентной ставки приводит к тому, что когда вы держите короткий долг с низкой доходностью, вы понимаете, что на двухлетнем промежутке времени нахождение вас в позиции по этим облигациям на промежутке в 2 года не перекрывает инфляцию. И вы стараетесь переложиться. Потому что это риск. Потому что если центральный банк повысит процентную ставку, кредиты станут более дорогими. Это приведет к удару по покупательской способности населения. Люди перестанут потреблять. Экономика свалится в рецессию. И поэтому этот сигнал, то есть когда инверсия уходит в отрицательную сторону, когда доходность коротких двухлетних облигаций становится больше, чем доходность десятилетних облигаций, то есть она становится отрицательной, с временным влагом от 5 до 15 месяцев происходит рецессия. На графике, соответственно, это очень четко видно. Как только инверсия ушла в отрицательную зону, в 90-х годах прошло 15 месяцев, когда началась официальная рецессия в США. В 2000 году 10 месяцев понадобилось на то, чтобы рецессия ушла в отрицательную зону. В 2007-2008 году 10 месяцев понадобилось на то, чтобы у нас была официальная рецессия и достаточно продолжительная. Даже в 2020 году многие приписывают эту рецессию ковиду. Можно видеть на графике, что она коснулась отрицательных значений. И в очень короткий промежуток времени, буквально 5 месяцев, произошла рецессия. Если вы посмотрите на кружочки, рецессия происходит не после того, как инверсия пересекает вот этот нулевой рубеж Рубикон, а когда она пересекла, падала, 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 хоп, остановилась и начала разворачиваться, начала расти. Почему начинает расти? Потому что в этот момент происходит, то есть Федеральная резервная система уже повышает процентные ставки. То есть она уже осуществила ужесточение денежно-кредитной политики. Уже повышены процентные ставки, уже в этот период прекращают печатать денег, как это было в ковидный год. И с временным промежутком 5-10 месяцев происходит вот этот вот свал в рецессию. И это работает всегда. Еще раз, сигналом является, то есть индикатором, почему мы в клубе каждый месяц разбираем этот индикатор. Потому что первый сигнал напряжения, он возникает, когда инверсия пересекает и уходит в отрицательные значения. И самый опасный, что называется, будь готов, готов сани, снег скоро выпадет, когда начинается обратное движение, начинается обратный рост. И мы сейчас, соответственно, в марте месяце, в марте 2023 года, мы увидели, что инверсия, во-первых, очень сильно упала. Больше, чем в 20-м, 7-м, 2000-м и даже в 90-м году. То есть инверсия свалилась очень сильно вниз, да, то есть за 80-х годах только мы такие цифры видели. И произошел разворот. Какие выводы из этого можно сделать, да, то есть вот сейчас на графике я вам показываю, ну опять я не могу разглашать все инструментарии, которые приведены на графике, каким образом они себя ведут. Обратим внимание на золото, обратим внимание на доллар и фондовые рынки. То есть что происходит? Вот он 2009 год, 2008-2009 год. Красный бордовый график – это печатный станок Соединенных Штатов Америки. То есть, по сути, когда они проводят стимулирующую политику, увеличивают работу печатного станка. Вот мы видим взлет в 2000 году, вот мы видим взлет в 2007 году, вот мы видим небольшой взлет, чтобы погасить банковский кризис, который был в марте 2023 года. То есть что здесь происходит? Когда врубают меры стимулирования, до мер стимулирования, смотрите, золото немножко падает. Здесь тоже видно, что золото в боковике в неком таком находится. Но потом, когда начинается стимул, когда врубают печатный станок, понижают процентную ставку, у нас первым начинает расти золото. Потом перед золотом растет еще один инструмент. Опять же, я не буду, друзья, раскрывать инструмент, который растет перед тем, как начинает расти золото. Потому что в этом случае люди, которые были на конференции, не поймут меня. То есть мы там 10 дней назад заплатили за это деньги, а сегодня Максим рассказывает это абсолютно бесплатно. То есть есть инструмент, который реагирует раньше золотом, потом реагирует золото. И в весь этот промежуток времени фондовые рынки, рынки облигаций, они продолжают падать. И падают достаточно сильно. То есть если по американскому рынку говорим, падение составляет порядка 30%. Если говорим по российскому рынку, падение составляет там и может составить и 50%. Поэтому если мы понимаем, что с промежутком от 3 до 5 месяцев, потому что промежуток времени между вот этим вот разворотом и реальной рецессией, да, вы видите на временной шкале он все сужается, сужается, сужается. То есть гораздо быстрее все это происходит. Почему происходит быстрее? Потому что в экономике сейчас большой объем левереджа, заемного капитала. Одно дело, когда вы вынуждены продавать, торгуя собственными деньгами. И другое дело, когда вы оперируете заемным капиталом. То есть там все происходит с большей амплитудой, с более резкими движениями, как в сторону роста, так и в сторону падения. Поэтому ориентировочно осень 2023 года мы можем увидеть серьезные проблемы. Ориентировочно в этот промежуток времени мы можем увидеть, что ФРС снова начнет печатать денег. Общий размер денег, который может быть напечатан в следующие 2-3 года, по моим прикидкам, составляет не менее 10 триллионов долларов. Соответственно, к чему это приведет на историческом периоде и по исторической ретроспективе мы говорили вот в этом видео про инфляцию. Вот на графике вы видели такую большую картину, да, два кризиса 2007, 2008 и 2000 год. Отдельно их разберем, 2008 год. Да, то есть вот включают печатный станок, перед этим золото немножко проседает, но после этого оно стремляется в рост. А рынки перед этим, они и так как бы падают. Здесь нет, конечно, понимания у вас, какие рынки падают, но тем не менее происходит падение и существенное падение снижения. Мало того, когда печатают деньги, снижение еще продолжается. Но в дальнейшем, соответственно, что нужно делать, иметь стратегию, да, а, находиться в золоте, находиться в инструменте B, в инструменте C. После того, соответственно, когда происходит коррекция в пределах 30%, нужно потихоньку прибыль, которую вы здесь получите по основному капиталу, перекладываться в рынки, да, то есть там и недвижимость присутствует, там присутствуют и фондовые рынки. То есть здесь важно понимать разграничения. Что мне хочется просто показать? Мне хочется показать, когда происходит падение. То есть у нас уже там 20-30% падения уже произошло, и кто-то говорил, все, больше не будет. Я же все-таки жду падения еще как минимум на 20-30%, но я достаточно оптимистично смотрю все-таки в будущее. Самые большие проблемы у нас, скорее всего, разгорятся в году там в 27-28, а к этому моменту еще будет предоставлена ликвидность ресурсов. Для этого пока что более чем достаточно. Поэтому коллапс будет, я не думаю, что он будет болезненным, к нему нужно быть готовым активно увеличивать свой активный доход, активно увеличивать свою инвестиционную деятельность, разбираться в том, что и как работает. Деньги еще напечатают, соответственно, напечатанные деньги в любом случае выльются в том, что реальные активы, создающие прибавочную стоимость, могут вырасти существенно в цене. Обязательно подпишитесь на канал, как вы видите, горизонт как минимум до 27-28 года в этот период нужно что-то делать со своими мозгами, понимать, куда и как инвестировать. Я вам в этом помогаю. Колокольчик, уведомления, чтобы получать информацию о выходе новых видео. По ссылке подробный инструментарий дан, какие инструменты, какие активы, как двигаются в кризис. В принципе, пошаговая стратегия на 2023 год, в каких классах активов нужно находиться. Если говорить о 2000 году, мы тоже видим, что в принципе такую хорошую динамику как минимум показывало золото. Поэтому, друзья, не забываем про драгоценные металлы. Если у вас их еще нет в портфеле, обязательно покупайте. Хорошими инструментами может быть покупка фонда золота от ВИМ Инвестиций. Также недавно Селегдар выпустил облигации, которые вы получаете доход, зависящий от цены золота. Думаю, как минимум 10-15% консервативного портфеля должно быть в этих инструментах быть. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok